В этот день, 2 февраля, Рогелес, Вячеслав Тенишев, князь, этнограф, археолог и социолог, призяжный поверенный, основатель Тенишевского реального училища. Михаил Фрунзе, крупнейший военачальник Красной Армии в гражданской войне. Валерий Чкалов, советский летчик-испытатель, один из первых героев Советского Союза. Чкалов фигура легендарная для СССР 30-х годов. Его имя несколько десятилетий носил Оренбург, хотя летчик там никогда не был. Он совершил ряд рекордных беспосадочных перелетов. Ему посвящали фильмы, стихи, даже такие, будто речь идет о вожде. Простой, как будто без затеи, но мудрый, как народ. Он пламенно любил детей и свой небесный свод. Чкалов, быть может, так и остался бы рядовым летчиком. Да, профессиональным, да, мастеровитым, но обычным. Но его с училища отличала редкая авантюрность. Стал полулегендарным случай, когда Чкалов в Ленинграде пролетел прямо под Троицким мостом. За это он получил и выговор, но так его приметило начальство, да и коллеги. Однажды к нему подошел Георгий Байдуков. Тот потерпел неудачу по покорению на самолете Северного полюса. И сделал Чкалову предложение продолжить вместе. Тот удивился приглашению. Но почему я? Ведь я типичный истребитель. Байдуков парировал лестью. Нам нужен самый умелый, самый храбрый и самый авторитетный в стране летчик. Ах, Егор, любишь ты подковыривать товарищей. Ни слепых полетов, ни астро и радионавигации, ни радиотелеграфии я не знаю. Однако долго уговаривать пилота-авантюриста не пришлось. И так началась серия знаковых перелетов. Сначала 56 часов без посадки от Москвы до Камчатки и звания Герой Советского Союза. Потом еще более важный перелет через Северный полюс прямиком в Северную Америку. Через 63 часа 16 минут полета его ант преодолел 8,5 тысяч километров и сел на военном аэродроме в Ванкувере. Топлива практически не осталось. Это уже была не просто всесоюзная, а всемирная слава. Такого раньше никто не делал. С начала декабря 1938 года Чкалов готовился к полету на новой машине. Истребители И-180. Увы, это было его последнее задание. Самолет подвел, потерял управление. Но летчик и тут проявил себя настоящим героем. Он не стал смягчать удара, а барак, где находились люди, направил машину в сторону, в торчащий столб. Так погиб Чкалов. В этот день, 2 февраля 1701 года, Петр I сдал указ о строительстве шести боевых кораблей на Ладожском озере. 2 февраля 1724 года лейб-медик Петра I Лаврентий Блюментрост представил императору план учреждения в России Академии наук. Кроме государя Петра, отцом в России Академии наук стал его лечащий врач Лаврентий Блюментрост. Личность примечательная. Родился в Москве. Изучал науки в европейских университетах. С 15 лет занимался царем. Вернее, его почечной болезнью. Вскоре он возглавил первый музей, кусткамеру. А потом помог Петру I с планом крупной научной реформы. Указ 1724 года разъяснял российской публике. К расположению художеств и наук употребляются обычайно два образа здания. Первый образ называется университет. Второй – академия или социитет художеств и наук. Вскоре в Петербург в академике были выписаны молодые и перспективные умы. Николай и Даниил Бернули, Леонард Эйлер. Последний из них и вовсе один из крупнейших математиков в истории человечества. Увы, первого заседания Академии наук в декабре 1725 года ее создатель Петр Великий не увидел. Он умер прежде того. А вот Блюмент Рост напротив и увидел, и возглавлял Академию наук 8 лет. 2 февраля 1443 года произошел окончательный разгром немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. 2 февраля 1666 года тряд советских атомных подводных лодок вышел в кругосветное плавание. Обогнуть земной шар под водой – такую амбициозную операцию возглавил контр-адмирал Анатолий Сорокин, командир Тихоокеанской флотилии АПЛ. В его распоряжении поступили два борта – К-116, К-133. Кульминацией пути стал проход пролива Дрейка между Америкой и Антарктидой. Постоянные ветра до 35 метров в секунду, айсберги, волны до 15 метров. Даже для субмарин переход в плохую погоду был опасен. А помимо провианта на борту были еще три десятка торпед, восемь крылатых ракет. Как-никак холодная война была в самом разгаре. Жизнь под водой особенная. Врачи наблюдали у личного состава апатию, снижение аппетита. Узнав об этом, контр-адмирал распорядился снизить рабочий день с 4 до 3 часов, выделить больше времени на досуг моряков, сократить время на боевую подготовку и общекорабельные работы. Несмотря на все эти сложности, маршрут был пройден без происшествий. И даже быстрее, чем планировали – за 52 дня вокруг света, под водой. Таким был этот день 2 февраля.